видимо сегодня мы городок дамы на блоках великов электро посмотрим что это будет за опыт мару сам насколько зарядки на дамах обратно приехали на привал поля такие вот пролисочки подстанция 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 приехали мы на пикник на великах вчера я засолила рыбу сейчас попробуем что это за рыба еще несколько снеков это из разряда бельгийской еды здесь очень вкусно крабовый салат вот именно крабовый ссурими и вот креветочный салат винишечка лучок у нас к селедочке сначала я попробую я не знаю селедка ли это было написано стардины пахнет селедкой вот берем кусочек либо мару сдавил посмотрите какая она вся в серебре красивая лаврушечка соль просто крыжем смотрите красивенькая серебренькая а лучше так кладем и сверху лучок ну чё погнали это абсолютная селедка очень нежная малосольная считаю что девочки перенимайте этот опыт ум одежь мой маска перестала ешь смотрите какая трава кормовая видимо окрестности дамы это маркиза карабаса привет друзья мы приехали в дамы скажите что вот в этом здании происходило знаменитого в этом здании знаменитым соответственно карл смелый а сын филиппа доброго как это бракосочетался последний оплот феодализма и по и последний рыцарь брак сочетался с кем-то но вполне возможно салтом с машкой иваненко потому что машка иваненко и николас де янкили там считали дома был портом при брюге город 13 века чуть моложе брюге главное теле шпигель родина теле улень шпигеля и звездообразный рот а море там нет а море ушло море давно ушло море было да ухула а сколько в дамы населения а сколько человек а если серьезно а если знамя то 18 так тысяч 10 но со всеми окрестностями что не ставится дома всего две улицы пройти можно до 3 минуты но он очень красивый и всегда все брюзани по выходным ездят на велосипедах чтобы побухать и поесть тут каждая здание ресторанчик ему а такой ретро югуар в отличном состоянии вот это вот юля самый маленький в бельгии конфетный магазин но к сожалению он закрыт еще не сезон но в общем то он наверное откроется где-то ближе к лету помнишь мы в слюсе были вчера вот этот канал идет прямо до слюси а это он за ливи в рау это уже брюгер ты прям видишь вон ту башню вот это вот церковь которая называется он за ливи в рау внутри этой церкви статуя который своя у микеланджело это единственная в мире статуя которые он сделал специально для брюги все в других городах насколько я помню то есть здесь надеюсь историки меня не сильно поругают в твоем канале город брюги был очень процветающим свое время очень это статуя была заказана исполнена и привезена сюда остальные же статы которые где-то видим в мире они уже как бы после его смерти были вырезаны вот город брюги заказал ему мадонна с младенцем там стоит но мария поэтому церковь называется он залива в рау наша любимая богоматерь соответственно отсюда на велосипедах до брюги минут двадцать пятнадцать ненавидеть марусь а кто еще известный бельгийцы есть кроме криса де бурга а ты думаешь саксофон кто изобрел такие прикольные тут в дамы граффити стиль раз раннего тима барсона маша скажи как свингера в бельгии друг друга познают по травам я не знаю откуда я почерпала знания но да вот если рядом с домом растет высокая трава не знаю как называется значит в этом доме живут фингеры а есть легенда что когда люди при стали основывать этот город их атаковал какая-то собака полосцев и собакой вас кирвили чему-то они не стояли на нее странно а знаете кто ее атаковал русский палевый лаперху и скорее всего не даете вам дороги ваши жизни рассудок не суетесь на торфяные болота а это что у нас такое а это вот куда не плюнь плюнешь пойдешь время юнеско хеританс соответственно какому плачевном состоянии не был потом фасад нужно сохранять вот как ты видишь сохраняются то есть можно купить вот это вот купить но не видит эти факты и продадут не ну ну даже если ты покупаешь какое-то историческое здание в центре брюги ну в свое пользование жилой дом ты все равно обязана сохранять фасад предложили тур за три евро тут уж за три евро к чему отказалась дорога видите живопись решили мы подняться вот на эту башню не знаю как это все будет наверное не просто старина бельгийская а вот и лестничка до чувствую завтра будет тяжковато малиновый звон какой-то именно малиновый хочу вам рассказать одну историю про бельгийский город малина мехилин мехилин по-транцузски называется малин и откуда прошло вот это вот выражение малиновый звон может быть там песня какая-то думали а вот история следующая вот в этом городе малин средневековье придумали какой-то уникальный сплав который дает вот это вот невероятное звучание церковных колоколов церковных колоколов вот и в средние же века эти колокола появились на руси и вот это вот перелив вот это вот искусство звонарей она и называется малиновый слов по имени города малин по имени города малин как мне мария подсказывает такая вот история вот этот прекрасный городочек дамы брюки а он брюки что вам надо странница я за соблазь уговорящую пришла посмотреть прощу а вот с этой башни смотровой бельгийцы оборонялись от печенегов и сволочков говорят сторожевые кстати город дамы у нее сторожевые башни были в виде звезды по каналу выгода полка зашла в супермаркет смотрите какие-то цены например а не 50 у нас парня вчера в Голландии здесь, знаете, как было, поворотничек мелких овощи супы хлеба ну, запах свежего чё на отлюда лутичка ну, можно взять вкус тогда, да? всякие кончоусы замазочки какие-то вкусные штуки вот эти все замазочные уже готовые блюда, пожалуйста 4 евро ужин готов сурин, краб, салат это нам не подходит колбасы крошото 3 евро какой-то дорогой, по-моему с чёрной свинёшкой, наверное ну, смотрите 9 евро 1000 рублей вот такая вот получается нарезка ну, смотрите, 9 евро нарезки стою часа нарезка диво различного бельгийского вот евро 46 2,13 евро 68 в общем пей не хочу ручки супер ну, мне кажется, да а может быть и нет у многих народов есть кислые супы у многих народов есть кислые супы это сур фиш суп, да? это вкусно ты любишь? ммм это вкусно 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 вкусно, да? какой здоровый